всем привет товарищи с вами ян пучков у нас наступила весна сегодня 6 марта через два дня праздник женский у нас видите еще снег лес он в снегу но погода конечно шикарная хоть сегодня и минус не очень большой что-то минус 3 или минус 5 лет ночью минус 10 было вышел прогуляться проехаться хочу поговорить с вами о экипировке мне задавали вопросы в комментариях расскажи говорит про свою экипировку какой-то используешь он стаде смотрите какая трещина пошла это вот мне за зиму видимо что-то тут треснуло кошмар ладно машину закрыл пойду прогуляюсь хожу я очень мало за эту за зиму разжирел надо все-таки стараться ходить больше о какой лед лед просто ладно я вам расскажу про экипировку и потом может быть еще расскажу ответы на вопросы будут какую экипировку использую я и к чему я пришел так сказать я ведь уже все-таки опытный мотоциклист ну по крайней мере я таковым себя считаю а опытный мотоциклист он всегда может пацаны проезжают такие мне вообще что-то столько машин отсюда выехала у них там мероприятие видимо какое-то что ли ладно спрашивают какой экипировкой пользоваться ну все знают что нужен шлем все знают что нужна там черепаха мото куртка мото штаны или там наколенники мотоботы но мотоботы большая часть начинающих мотоциклистов никогда не приобретает потому что это вещь очень дорогая непонятная для многих зачем она нужна и так далее ну я поскольку уже поездил не первый сезон не на первом мотоцикле могу сказать что мото экипировка это последний шанс который так сказать дает вам технология вот сегодняшняя раньше ведь не было в советское время никакой экипировкой только шлемы были горшки вот эти вот с козырьком и все по сути только шлем как говорится советский если зима так шапка под этот шлем килогрейка там я не знаю валенки ватные штаны с балоневой этой тканью чтобы не промокали ну что-то такое сейчас технологии такие что они экипировку нам позволяют приобретать очень технологичную очень грамотную и это я уже на себе ощутил что когда ты экипирован правильно ты можешь практически в любое время ну года наверное слишком круто скажу потому что зима все таки это довольно экстремальное время но это в любое время года зимой даже можно ездить на мотоцикле если конечно вы можете потому что вот буквально на днях в конце февраля когда провожали зиму встречали весну у нас была мото масленица в этом году я правда туда не поехал было много дел и вот на этой мото масленицы туда приехали ну понятно что все колясы чеете юпитера урал там еще что-то потом honda gold wing там скутера которые с колясками все эти ребята конечно приехали туда ну и эндурщики эндурщики которые себе шипы вкручивают все они зимой ездят так ведь они как-то ездит зимой экипировка ведь у них какая то есть как-то они ведь что-то делают как-то одеваются вот я и говорю сейчас у вас есть шанс ездить на мотоцикле нормально одетым красиво одетым вы можете быть защищенным удобно одетым и красиво выглядеть это на сегодняшний день позволяет нам так сказать технология производства вот этой вот одежды и еще огромный плюс есть это конечно б.у. вещи секонд-хенд из европы там еще откуда-то из америки я не знаю шмотки грубо говоря в несколько раз дешевле чем они новые стоят ну плюс китайские производители ладно это такое предислое я сказал вообще погода классная когда вы собираетесь ездить на мотоцикле будь это мало кубатурник будь это средний кубатурник или много кубатурник литр там или еще что-то тяжелое в принципе разницы нету на ста километрах если вы свалитесь куда-то тут не дай бог вот если вы куда-то полетите в кюветами еще что-то вам мало не покажется даже на велосипеде можно разогнаться до 50 например километров в час горки если ты там вылетишь очень сильно пострадать можно поэтому велосипедистам даже говорят шлем хотя бы одевайте шлем вот для мотоциклистов все эти падения даже не обязательно на высоких скоростях например можно вообще грубо говоря настоящем мотоцикле если вы новичок купили себе тяжелого японцы еще ни разу не ездили ни на чем кроме самоката тут же вот случайно где-то на кривой почве уронили его себе на ногу он вам прижмет ногу шортах в штанах или как там вам мало не покажется для этого существует экипировка штаны боты наколенники и прочее все что защищает самые уязвимые участки тела это коленей колени ну коленный сустав это вообще такая вещь если ты его повредил даже бывает просто заморозил немножко или ударился уже долго начинает болеть это такие вещи а самые страшные травмы бывают это конечно ноги многие вот ступни вот эти вот косточки боковые прочее я знаю случай когда товарищ на мотоцикле ехал и перед ним начала разворачиваться газель он грубо говоря как-то начал затормозил и как-то его боком понесло и получилось так что он боком ударился об эту газель ногой и у него зажало между мотоциклом и газелю ногу ему раздробило все вот эти вот косточки это кошмар то есть мотоботы вот если бы на нем были нормальные мотоботы удара бы такого не было был бы ушиб синяк максимум вот то есть все это нужно обязательно точно какое-то мероприятие там было у них я не знаю что там дальше какая фирма какой там завод и так никого не пускают мы тут летом снимаем ролики наших выбрал день для съемок чтобы спокойно поснимать они тут друг за дружкой ездят ладно сейчас я вам расскажу про попроще что-нибудь мотоботы мы к ним еще вернемся есть такая штука как шлем шлема бывают разные шлема бывают китайские например с алиэкспресса шлема всякие там с ушками еще какие-то ну такие модненькие всякие но безопасность таких шлемов я думаю она никакая никаких тестов никаких стандартов этих шлемов нет так что это все красота но нам опять и кататься максимум потому что голова она страдает в первую очередь при падении она ведь у вас такая тяжеленькая и вы когда летите там если вы не сгруппируетесь и у вас опыта нет вы головой из если головой ударился то считай погиб шлем он призван для того чтобы ну как многие скажут собрать мозги при ударе но шлема на самом деле спасают это главная вещь которая может спасти жизнь в первую очередь дальше уже тело конечно это пострадать может но тело это второстепенные как говорится органы на голова это сразу ты ударился крепко то до свидания поэтому на шлемах экономить не стоит ну ну как говорится шлема сейчас тоже вот очень много марки маркетинга есть такие шлема как лс-2 я сам присматривал эти шлема сначала но честно говоря я уже до этого ездил у меня был mt helmet хороший качественный не знаю как сейчас mt helmet производит но 10 лет назад mt helmet были великолепные шлема он стоил что-то около 10 с лишним тысяч сейчас mt helmet это же и по 6 и по 7 есть не знаю то ли это не то качество но когда я потрогал ls2 одел его он мне показался немножко простецким и пластик там простой как-то вроде современно выглядит но чё-то как-то вам что-то не то какой ветер еще холодный блин вот и этот ls2 я смотрю выбор это в принципе нету особых такого выжески у нас посмотрел еще вегу шлем на который я обзор уже делал вот как-то вега мне больше понравился вот по качеству пластика потому как он сидит и вообще как он сделан ну все-таки технически если ты представляешь как устройство шлема должно быть какие какие материалы должны использоваться как должно работать все там как резиночки плотно не плотно прилегают как защелкивается отщелкивается где какой пластик вот все это ночью даже видно ты уже понимаешь как ты будешь с этим шлемом возиться и потом уже в процессе эксплуатации через год через два выяснилось вот мы серёга ездим на мотоциклах я не говорю что у него плохой шлем ему очень нравится он в нем катается он немного уже проехал свой так далее так далее его устраивает его устраивает но такое замечание что когда вот мы с гарнитурой ездим у меня здесь микрофончик вклеен и у него микрофончик вклеена у нас закрытая шлема интегралы со стеклом там с плотными так далее у меня двойное стекло у него пинлок так называемый вот и получается так что когда мы с ним по интеркому разговариваем он слышит меня тихо он не слышит шума ветра вообще у нас гарнитуры абсолютно одинаковые а я его слушаю когда в наушниках так ведь невозможно слушать там вот постоянно этот вот ветер шумит только иногда когда вот он до 40 километров сбавляет скорость ну в принципе можно тихо его слушать но невозможно очень сильно очень громко шумят помехи вот в этом шлеме то есть где-то постоянно задувает аэродинамика такая что в шлеме там постоянно гуляет ветер у него я понимаю что ему там свежо хорошо и так далее но чувствуете это уже немножко не то а у меня тихо в шлеме и только когда ты захочешь проветриться ты немножко приоткроешь или вентиляцию еще что-то и там будет уже свежо тебе еще замечание мы с ним катались в дождь там или еще как-то у него вот этот пинлок на ls2 он запотевает а хотя он не должен запотевать он в принципе для этого и сделан за мне серёга говорил что у него запотевает пинлок ну конечно в суровый дождь там во влажности так далее вот как это происходит значит где-то герметичность нарушена вот а у моего шлема такого нет потому что там нет пинлока там просто двойное стекло вклеено и вот она герметичная вот вам пожалуйста но в целом серёга ls2 доволен и много кто с ls2 ездит много у кого такие шлема по россии их очень много мотоциклистов потому что распространенная марка они дешевые их можно покупать как говорится разные 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 дорогие шлема брендовые какие-то абсолютно недоступно это там 20 тысяч 30 тысяч 40 тысяч и так далее вот эти вот все шлема конечно это не для нас поэтому я говорю шлем когда выбираете выбирайте хотя бы вот на ощупь что пластик был хороший не знаю как вам сказать пластик пластик пластику розину но для начинающего мотоциклиста даже шлема ls2 будет достаточно за глаза любом случае это лучше чем советский шлем какой-то так далее я не говорю что вот у меня шлем вега он хороший до свидания и все остальное дерьмо лс2 плохие просто в сравнении лс2 и вега я ведь тоже лс2 смотрел получилось так что вега очень очень неплохой шлем лс2 проигрывает вот такая вот ситуация шлем обязательно нужен то что мы без шлема где-то катаемся немножко на природе это конечно в глухом они на низких скоростях когда уже жара когда там по лесу не как и милиции так далее немножко проехать можно но это мы серёга опытные мотоциклы он это шлем старается вообще не снимать это уже я балбес как говорится в кепочке езжу и в очках газ заледеневшая белая таль удмуртии и трубы ладно шлем какой купите такой купите главное откровенный китай не покупайте чтобы при ударе все-таки он не треснул как арбуз а там уже разберетесь что вам нужно что лучше что хуже дальше мото черепаха она нужна обязательно я считаю потому что мотокуртки даже секонд-хенде когда вы купите мотокуртки они ну у них там какие-то вставочки есть ноги ставочки далеко не и панацея защита то есть они да там есть такой материал идет современный как бы ты ударился если в том момент удар он твердый а когда ты медленно гнешься он мягкий такие вот поролоноподобные вставки но я в куртке езжу например сначала мото черепаха у меня сначала водолазка идет хлопчатобумажная для отвода фото там для вентиляции для того чтобы к телу приятно было потом идет мото черепаха а уже на мото черепаху я одеваю куртку если холодно вот так вот и когда у тебя мото черепаха еще и куртка со вставками с этими то получается вообще не пробиваемая броня и в ней ты едешь уверенно спокойно тепло ну и конечно мото черепаха она предотвращает доступ к этой внешней стороне холодной стороне потому что когда тебя если ты еще без стекла ездишь куртка моментально выветривается холодеет и все это висит от холод продается передается тебе а мото черепаха она отодвигает куртку и то есть ты едешь постоянно не соприкасаясь с курткой куртка куртка конечно теплая но в принципе когда очень долго и холодно даже куртка промерзает и в дождь бывает все равно швы у курток они немножко где-то через нитки протекают там и так далее поэтому мото черепаха под курткой вот как я езжу она намного лучше это в два раза теплее тебе будет и не жарко потому что гуляет под черепахой воздух под курткой хочешь вентиляцию сделать расстегнул немножко манжеты но курточку приоткрыл и у тебя немножко задувает туда проветривает если нужно вентиляцию так сделать если холодно раз закрыл и все хорошо у меня мотокуртка и черепаха дальше штаны ездить конечно лучше в каких-то плотных брюках с ремнем с почему с ремнем потому что я бывает езжу в 3 кошечках таких летних но когда жара 30 градусов реально невозможно просто ездить в джинсах начинаешь ездить вот в чем-то легоньком но это опасно тем что не дай бог ты упал не дай бог у тебя скользячка все эти штаны у тебя снимутся до жопы как говорится до гола и покатишься ты вот так вот ремень он не даст джинсом слететь это тем кто любит джинсы лучше с ремнем но на джинсы обычно вот как серёга или я мы всегда одеваем конечно наколенники наколенники я одеваю сверху потому что у меня они очень большие большого размера наколенники тоже фирма вега еще старого изготовления им несколько лет уже такие вот у них там даже логотип сейчас другой но как выяснилось наколенники очень прочная очень качественная и в принципе многие говорят что ты эти у вас крепят деревья говорят что что-то эти наколенники одеваешь поверх джинсов потому что все это фигня это в момент падения они тебя не спасут ну как не спасут алексей коровин путешественник царство ему небесное умер кстати не от того что он упал на мотоцикле где-то повредился он умер от малярии по моему заразился в африке или что ли где-то там вот от инфекции он всегда ездил наколенники ну часто очень одевал поверх штанов вот так вот я вам тоже говорю что лучше ездить в наколенниках поверх штанов чем вообще без них вот так если они у вас не влазят под штаны ну а я оденьте сверху но случае при ударе когда ты фронтально ударишься коленами она будет на коленнике будет лучше или ты упадешь на на колени загнется не загнется он это еще неизвестно да и потом сейчас на коленнике делают достаточно с такими плотными манжетами с ремнями можно все это затянуть хорошо и у тебя в принципе на коленик будет очень серьезно сидеть у них разное бывает облегание ноги пойду наверное я назад хочу туда идти на коленики то есть всегда нужно одевать на коленики они во первых спасут от удара и спасут от ветра если едешь на мотоцикле с голыми коленями даже летом можно колени в принципе простудить вечером там минус а и минус говорю плюс 10 плюс 4 ну плюс 10 то это уж наверно совсем отморозишься плюс 14 уже будет холодно все колени себе отморозишь а в наколенниках совершенно по-другому намного теплее ну и потом всякие встречные камушки могут прилетать даже какой-нибудь жук если пролетит в колено на скорости мало не покажется экипировку я обязательно покажу свою сейчас просто она у меня в гараже там все завалено так это просто не достать ее сейчас будет потеплее я все это покажу по солнышку по теплу в гараже рядом с мотоциклом с новым и давайте спускаемся ниже это мотоботы мотоботы у меня появились хорошие немецкие почти новые мотоботы очень дорогие то я купил их по сходной цене вы их уже видели у меня это такие блестящие сапоги кожаные они во-первых очень хорошо вентилируются и у них хорошая защита в них ты себя чувствуешь намного увереннее в любой дороге по любой погоде в принципе летом в них не жарко если как говорится у них там вентиляция вот это если их не зушнуровать намертво в принципе в них нормально не жарко чуть чуть проветрил когда приехал куда-то и все и они спокойно не сырые ничего очень удобно комфортно в мотоботах это необычная обувь простых кроссовках кожаных вы можете у вас ноги взобреют а в этих точно нет мотоботы нужны обязательно сколько раз уже замечал что если ты в кедах в тоненьких в резиновых сапогах дождь там на голую ногу и так далее даже простая подножка от мотоцикла возвращаясь она может ударить тебя по ноге и уже тебе стукнуть а представьте мотоцикл вам на ногу упадет или где-то стукнитесь в камень будете проезжать по лесу по это очень можно сильно палец можно сломать то есть мотоботы они маст хэв всегда смотрите подбирать их тяжело подобрать они не всегда есть в наличии в каких-то там секундах в хорошем состоянии на ваш размер и так далее которые бы вам понравились ну и стоят они недешево дороже чем куртки и штаны там всякие ладно промотоботы пока сейчас я вам расскажу про штаны какие у меня штаны я купил себе кожаные штаны всегда у меня была такая мечта попробовать кожаные штаны мотоциклетные они идут по вкладам с приятным таким и они у меня на лямках как это называется блин лямки штанов очень удобно то есть когда ты садишься если у вас тем более пузико немножко ты садишься пузико вперед и в тесных штанах узких тебе будет некомфортно постоянно будет пузо давить а здесь нету никакого ремня он там есть конечно можно его застегнуть но если хочется свободы просто на лямках штаны висят они плотненькие очень удобные и они прочные они теплые в жару них не слишком жарко то есть ну как то так кожаные штаны это отдельная целая тема зима не отпускает нас от ветра должна быть вот проверим как она работает кожаные штаны мне они очень нравятся и самая фишка этих кожаных штанов вот и одеваешь какую-нибудь три кошечку ну термобелье там одеваешь кожаные штаны в принципе тепло комфортно и сверху там в самих штанах уже есть как бы вкладыши такие немножко на коленях уже хорошо но если ты еще сверху на коленнике одеваешь это вообще просто броня двойная можно этими коленями там ворота металлические пинать ничего не будет попробовал очень классно сидишь комфортно сухо тепло и плюс 9 градусов в плюс 9 плюс 10 нормально себя чувствуешь не холодно вообще холод не проходит потому что на коленнике отсекают и кожаные штаны в чем мы там разобрали шлем вега hd 169 дальше мото куртка мото черепаха обязательно кожаные штаны и мото боты на коленнике ну и перчатки я вот замечаю что многие ездят вообще без перчаток где перчатки то у народу это на мотоцикле катаются не даже простые велосипедные перчатки не одевают как можно кататься без перчаток малейшее падение ты все руки в кровь себе об асфальт раздерешь я с велосипеда падал мне не понравилось мало приятного потому что упав велосипеда в тонких перчатках в защищенных хотя бы защитой это мне как-то спасло руки немножко синяк получили но и все ну а так об асфальт у тебя чем-то кровь будет ссадины все кровь ужас она мотоцикле у падежных вообще так что перчатки обязательно должны быть у меня летние перчатки ну летние и осенью конечно использовал они просто кожаные защита из такой очень удобные вот тоже по моему вега а нет вру мичиру мичиру ну так нормально где-то около 3000 они стоят новые а перчатки которые сейчас у меня появились теплые утепленные я на них обзор уже сделал предыдущих роликах вот в них буду кататься по весне когда холодно ну и осенью в общем давайте подытожим без экипировки ездить на мотоцикле можно только я не знаю в одном шлеме можно ездить только где-то тихонечко по гаражам где вас никто не видит можно не знаю в деревне где-то чуть-чуть вот но если вы выезжаете на трассу там где другие автомобили не надо без экипировки ездить это так себе удовольствие один раз вы едите какой-нибудь придурок нечаянно въедет до свидания вот и все и вся и все веселье закончится или по своей неопытности где-то упадете мало приятного блин прохладно сейчас у меня наверное уже батарейка сядет холодно все-таки минус 5 или минус 7 капец у меня коленки замерзли вот сейчас бы на коленке были я бы не замерз экипировка это большая жирная часть это огромная так сказать статья затрат если вы подходите к этому серьезно порой это половина стоимости мотоцикла того же например боксера мотоцикл купили за 80 ну вот за 35 у вас будет экипировка а если еще копры багажники и прочее ну вот вам еще один боксер но без этого никуда далеко путешествовать безопасно и комфортно можно только полностью экипированным поэтому мы с сергеем путешествуем сергей экипированный я экипированный мы знаем что мы защищены как-то хотя бы вот и катаясь по городу кстати экипировка вас спасет скорее всего вообще сто процентов у ильюхи он были наколенники китайские дохленькие дохленькие он за мной ехал что-то там пережал передний тормоз упал на этом мотоцикле так упал прямо на коленку прямо на коленку и у него загнулась там это металлическая пластина она загнулась и он ее потом просто выгнул наколенника у самого упро байкер или как он там называется дешевые на коленке но с коленом все в порядке он даже не почувствовал говорит понимаете а если бы он коленом ударился он высокий у него как говорится ну высокий худой и коленом бы ударился об асфальт что приятного расшипы колено себе это он был на мопеде на альфе вот а был бы на тяжелом мотоцикле чтоб с ним было я много случаев знаю мотоциклистам не рассказывали вот на honda shadow 1100 у нас там один товарищ упал но он на скорости упал скользячка у него была и мотоциклами ему зажала ногу между асфальтом и мотоциклом в общем ему очень сильно ногу повредила он ее устанавливал потом и он так и проскользил видимо остановился кто-то ему помог поднял остановился кто-то поднял мотоцикл и вытащили ногу с ногой что попало было это еще даже при нем он каком-то на коленнике был но штаны были обычные такие тряпочные вот что-то типа костюма горки как это комбинезоны такие защитные легкие штанишки не кожаные штаны хромает до сих пор и на всю жизнь ему это осталось вот эти вот круизеры огромные тяжеленные подумайте десять раз понимаете да о чем я вам говорю конечно ситуации разные бывают но одно дело на боксере на ланджере упасть на мопеде как люди говорят другое дело вот на таком огромном мотоцикле я лично видел как он после дождичка выезжал из сельской местности так и размытая грязь трава вот это сырая он несколько раз упал мы ему поднимали этот мотоцикл потому что он крепкий здоровый мужик но все равно мотоцикл очень тяжелый еще с кофрами с этими это такое удовольствие что съезд на природу после дождика вы вряд ли один может ну вернетесь может быть но измучаетесь а не захотите больше ехать на таком тяжелом мотоцикле вот так вот как хорошо гулять тишина вот ветра больше нет вот снегоход тут какой-то ездил прямо вот тут он заезжает дороги так туда в поле летом на мотоцикле ездишь зимой катайся на снегоходе ну надо купить снегоход еще себе жду не дождусь уже когда мне доминар придет но уже скоро я думаю в середине марта я его ожидаю ну как всегда ждешь раньше и придет позже в общем экипировка полная полный экип когда ты едешь на мотоцикле в полной экипировки ты себя чувствуешь намного защищение намного комфортнее даже какие-то вот лишь вот если ты едешь в маечке футболочки у тебя тело оно все такое на ветру как тряпка если ты в защите ты едешь сбито ты даже мотоцикл держишь ровнее ты даже сидишь как-то прочнее ровнее намного увереннее уютнее себя чувствуешь я уже не говорю про холод и про дождь хорошая экипировка это ты можешь пилить в любой дождь ну уже там видели ролики у меня когда я в дождь ездил дождь ливень без разницы в нормальной современной экипировки тепло сухо там у тебя музыка классическая играет а ты пилишь на мотоцикле это очень приятное ощущение думаешь офигеть как в машине и вот запотевающее стекло это вообще и вешалка я даже не хочу себе визор обыкновенный потому что я знаю вот это вот остановился на перекрестке вдыхнул у тебя все запотело ничего приятного в этом нету весь год я катаюсь с двойным визором очень удобно ладно ребята я всех вас люблю соскучился ролики как мотоцикл придет обязательно начну делать выкладывать планов очень много о какой лед все замерзла пока скользко по снегу он я иду на канал подписывайтесь лайки ставьте кому не нравится ставьте дизлайки пишите в комментариях что какую я вам тут ерунду наговорил но я вам говорю по своему собственному опыту как я уже поездил как комфортнее всего и как безопаснее на вопросы по возможности отвечу пишите вконтакте либо в комментариях всем всего доброго до свидания